На Руси большой Супа дорога В поле, в горнице Сделать доброе Поздороваться О, люди, здравствуйте! Люди, здравствуйте! На земле своей государствуйте! О, люди, здравствуйте! Люди, здравствуйте! На земле своей государствуйте! Здравствуйте, гости дорогие! Добрый день! Рада гостям, как добрым вестям! Сегодня я поведу беседу о русском гостеприимстве. Ведь гостеприимство всегда считалось исконной чертой русского народа. А оценивалось оно По хлебосольству. Любого гостя в старину Полагалось накормить И напоить досыта. А когда гость был уже вдоволь сыт, Хозяева становились на колени И просили его Съесть еще чего-нибудь хоть чуть-чуть. Объяснялось это тем, Что в старину Селения находились Очень далеко друг от друга И редкий гость Воспринимался как подарок. Говорили Просим в избу Красному гостю Красное место. К встрече гостей Готовились заранее, Убирались в избе, Готовили разнообразные кушанья. Начинали трапезу С преломления хозяином хлеба, Посыпания его солью И подачи каждому из присутствующих. Затем подносили пироги. Отсюда и поговорка Не красна изба углами, А красна пирогами. После того, Как гости покушали пирогов, Наступала очередь рыбных И мясных блюд. Что касаемо супов, То их кушали в самом конце обеда. После вкушения супов Кушали сладкие печеные блюда Или кисели. Особым почитанием у нашего народа Пользовались странники. Принять путешествующего, Ищущего дорогу к Богу, Считалось богоугодным делом. Его встречали словами Доброму гостю хозяин Хоть и не богат, А очень рад. Гостя угощали тем, Что было в доме. Принимали, Ну, прямо как родного. Оставляли на ночлег. А когда он наутро Отправлялся в путь, Собирали узелок с едой И наливали стопочку, Приговаривая на посошок. Посох был непременным Атрибутом путника. Дочери скоро замуж пора, Луна, Луна озаряет нить. Мать твоя, Шибко столя, Тебе еще Жить да жить. Матронина сердце горит, Как печень. Ты слезы не лей, Родная. Век спустя Память будет беречь, Внучка твоя не чужая. Эту рубаху, Эту рубаху, Вместе с фартуком и панёбой, Сшила моя пра-пра-пра бабка Матроны Из села Обскуг, Для своей дочери Праспонии. Как говорят, Матроны была писанной красавицей. У нее даже было прозвище Конфетка. Этот костюм Сшил еще До революции. Ему более сотни лет. Он передавался в нашей семье Как память, Как ценное наследие наших предков. И теперь дошел до меня. Наиболее важные части костюма, Такие как ворот, Рукава И подол Украшены красно-черным Узором цветов, Которые символизировали Достаток И плодородие. На фартуке Вышил дубовый узор. Он служил оберегом Не только для обладательницы костюма, Но и для всего рода. Ведь в славянских верованиях Дуб всегда символизировал Символ в стойкость И связь с горненьем. Век спустя Эта рубаха Золотом стала сиять. Ее шила каждая пряха, Но не всем дано Время соткать. Дорогие гости! Сейчас я расскажу вам историю Старинного сундука. Этот сундук Смастерил Дмитрий Скременко, Мой прапрапрадедушка, Живший в селе Остук, День рождения своей дочери Анны. Раньше, в далекие времена, Сундук был полноценным предметом мебели И служил для хранения одежды. В старину ни одна девушка не обходилась без сундука. Он считался женским предметом мебели. В сундуках хранили самое дорогое – одежду и украшения. Они были разных размеров. В южных областях России их расписывали, А на Урале оббивали металлом. Сундуки также оклеивали обертками от конфет И фотографиями родственников. Сегодня они вновь вошли в моду И служат украшением интерьера. Сегодня я передаю этот сундук в дар колледжу. Но он не просто хранит ценные вещи. Этот сундук еще и артист, Так как много раз побывал на сцене. А давайте-ка мы с вами посмотрим, Что же хранится в этом сундуке. Для начала снимем крысый замок. И поднимем крышку. Ой, тяжелая. Что же у нас тут? Это скатерть. Ручной работы. Настоящая. Не знаю, наверняка. Дальше у нас идет домотканный ковер. Посмотрите, какой красивый. Очень длинный. Еще у нас тут есть лапти. И, наконец, то, без чего ни один сундук не обойдется, Рушлик. Замечательный. Здравствуйте, гости дорогие. Сейчас я вам расскажу о любимом лакомстве всех деревенских жителей. Ну-ка, догадайтесь, что это. Хлеб сочный. Вкус молочный. Тюля. Ай, молодцы. Этим рецептом поделилась со мной моя прапрабабушка Дуня из села Чернедово. Для того, чтобы приготовить тюлю, нам нужно взять белый хлеб и разломать в тарелку на небольшие кусочки. А может, лучше порезать? Можно и порезать, но ломать всяко вкуснее. Ведь так ели наши бабушки и дедушки. Ломаем не слишком мелко, чтобы не было крошек, но и не слишком крупно, чтобы кусочки могли поместиться в ложку. Ну-ка, Настенька, Настасья, поможешь нам? Конечно, помогу. Ведь всегда интереснее готовить вместе. Всем советую. Ну что, думаю, хватит. Затем мы насыпаем сахар. Сыпь все, чтобы жизнь медом казалась. Отлично. После мы наливаем молока. Давайте похлопаем. Молоко свежее, парное, только из-под коровки. Коровка всегда считалась деревенской кормилицей. И теперь мы все это перемешиваем, чтобы размешать сахар и чтобы размяк хлеб. Ну, вот и отлично. Первый пробует хозяин дома. Ну как? Вот. Давай и ты теперь попробуй. С удовольствием. С удовольствием. И все попробуют. Вон какие глазки голодные. Объедение. Вкуснятина. Так, теперь ты. Все умеют ложки держать? Конечно. Пальчики оближешь. Во рту тает. Кушайте на здоровье! И ещё можно поохраненяться за себя. Пальчик. Морials.